Мы стояли и продавали за 20 копеек четырёхстраничную газету, которая называется «Петрозаводск». И кричали, люди, горожане, подходите, пожалуйста, первая городская газета, первый номер. Спустя 30 лет на том же самом месте у памятника рунопевцам собрался первый состав редакции газеты «Петрозаводск». Главным редактором издания в 1991 году был заслуженный журналист республики Юрий Шлейкин. Сегодня Юрий Викторович вспоминает, в те лихие годы газета освещала все значимые события столицы, журналисты не скупились на критику власти, делились с читателями житейскими советами и реагировали на их обращения и жалобы. Нашли трёх человек с типичными фамилиями – Иванов, Петров, Сидоров. И вот выбрали их случайным методом и спросили у них, что они думают о городских властях, депутатах и о нашей жизни. Ну и вот одна гражданка Сидорова говорит, что «что я могу думать, вот на Новый год подарили мужу-инвалиду подарок, что в него входило? Вот читаю, две банки тушёнки, два кулёчка по 200 грамм с вермишелью и овсянкой, которую раньше куром покормили, два куска мыла и кусок туалетной бумаги. Ну вот такая жизнь была, да? В штате газеты Петрозаводск 90-х были известные в Карелии люди – историк-краевед Валерий Верхоглядов, поэт Дмитрий Свинцов, который вёл раздел культуры, фотокорреспондент Василий Петухов и многие другие. Тираж издания очень быстро вырос с 10 до 40 тысяч. Газету читал почти каждый второй житель столицы. Ну, мне кажется, что читатели почувствовали, что вот пресса – это не только вот когда какие-то передовые статьи, там надо любить Родину, там решение съезда очередного партии выполним, а газета – это ещё и друг, советчик, помощник, организатор каких-то вот городских дел, был выдумщик весёлый такой. Мы, допустим, вот на день города придумали, что одели актёра Валерия Чебурканова в костюм Петра Первого, и он ходил по городу, пошёл на рынок там, представляете, перепугалась. Царь, торговца овощами там, да? Ну, это как-то всё сближало. Издание официально стало достоянием истории республики. Первый выпуск газеты «Петрозаводск» теперь – музейный экспонат. Юрий Шлейкин торжественно передал его директору Национального музея Карелии. Она будет на выставках демонстрироваться, потому что это уже документ эпохи. Поздравляю! Илья Лопухин, Сергей Беляев, Максим Зверев, Служба новостей.